всем привет и сегодня я хотел бы поговорить о бета fly usd в цифровых и видеосистемах на примере видеосистемы от волк снейл как наверное вам уже известно недавно абсолютно бетафлай анонсировала новый релиз 4.4 в котором на мой взгляд так касаемо usd реализована очень интересная фишка это usd hd мы разберем что это такое подключим этот usd hd настроим и я расскажу как записать данный usd в видеофайл чтобы вы могли дальнейшем использовать его в своих видеороликах вы на канале жука рама и перевлог не переключайтесь надеюсь будет интересно на момент записи данного ролика последняя версия для очков волк снейл аватар которая доступна на сайте cadix fpv точка ком это 29 33 16 от 21 декабря 2022 года именно в данной версии добавлена очень интересная функция это функция записи usd на sd карточку очков то есть это то есть для которой мы получаем от полетного контроллера еще она называется кастом usd как я уже говорил что данные этого usd записываются в отдельный файл что же можно сделать с этими данными как их вывести на экран давайте об этом сейчас немножечко поговорим но для начала я хотел бы поговорить о том как же подключить ваш волк снейловский vtx модуль к полетному контроллеру и настроить передачу телеметрии соответственно с полетника на vtx и дальше уже на ваша usd в очках те кто собственно в курсе могут листать дальше мотать дальше а те кто делает это в первый раз я думаю информация будет для вас интересная итак обратимся к той схеме которая сейчас у нас отображена на экране в первую очередь что вам необходимо сделать это выбрать свободный у арт порт на вашем полетном контроллере которому мы будем припаивать два проводка по которым будет передаваться та самая необходимая информация в данном случае на схеме у нас выбран у арт 1 и как видите появится все крест-накрест то есть ты и rx появится на tx tx появится на rx остальные два проводка используются для питания vtx модуля ну тут уже как бы объяснять я думаю ничего это земля и питания от 6 до 25 вольт в данном случае лучше запитать и запаять это все на 9 вольтовый пин если такой есть на вашем полетном контроллере а сейчас на современных полетниках большинстве случаев данный пин присутствует как я уже говорил в начале видеоролика настраивать usd мы будем в новой версии в новом релизе betaflight 4.4 ребят те у кого версия чуть помладше я расскажу чуть позже как подключить usd настроить а сейчас давайте прошьем betaflight 4.4 в наш полетный контроллер хочу обратить ваше внимание на кардинально изменившийся кардинально изменившуюся вкладку флешера в betaflight конфигураторе 10.9 здесь заложено так называемая технология облачной сборки прошивки для чего это сделано это сделано это как бы задел на будущее и сделан он для того чтобы вы сами могли собрать прошивку под себя дальнейшем то есть я напомню что позуха полетных контроллеров f4 и f7 она всего лишь 512 килобайт но если код betaflight будет расти есть такая вероятность что он в эти 512 килобайт просто не поместится и для этого заложена возможность того чтобы вы могли отключить какие-то функции какие-то протоколы убрать и соответственно как бы сделать прошивку под себя или вы может быть вообще хотите залить только ядро здесь есть такая возможность в данном случае заливается только ядро вся поддержка всех драйверов и всех сенсоров будет присутствовать но они будут прошивки не будет некоторых функций которые потом можно будет включить через силой так мы немножко что-то отвлеклись давайте значит загрузим прошивку здесь мы не забываем нажать кнопочку auto detect чтобы у нас определился наш полетный контроллер и нажимаем загружить загрузить прошивку в данном случае вот эти вот опции мы не трогаем потому что на самом деле сейчас они не имеют никакого значения единственное я бы конечно убедился что у меня например присутствуют те протоколы которые мне необходимы в данном случае здесь радио протокол crossfire также сбас ну и в общем здесь я так понимаю все возможные протоколы какие есть присутствуют в данной вкладке а также опции да ну лет стрип gps usd сди usd hd кстати вот это новое нашего sd hd vtx пина пинео ну в общем короче вот все что здесь выбрано вы можете соответственно добавить какие-то опции но я так вот посмотрел мне здесь больше ничего не нужно лишнее добавлять еще раз не хочу и так прошивочку прошили подключили значит перезагрузили полетный контроллер и соответственно подключились к нему и мы видим такую картину дело в том что нам нужно сейчас зайти в первую очередь в порт и выбрать на том порту к которым у нас подключена наша волкснейл vtx в данном случае меня порт у арт один порт 1 здесь мы включаем msp протокол и выбираем в в колонке перифериал вот эту вот опцию vtx msp дисплей порт здесь все предельно просто стало нажимаем нажимаем save save reboot перезагружаемся дальше в общем то настройка в принципе закончена да как бы подключение дальше мы идем в о sd и выбираем здесь вот галочку hd ставим флажок напротив hd это сделано для того чтобы значит у вас по умолчанию будет либо пал либо авто видите что размер экрана у нас немножечко другой 3 на 4 по моему да и когда мы ставим hd у нас он расширяется 9 на 16 раскидываем по полю необходимые параметры sd который мы хотим видеть на своем экране и нажимаем кнопочку сейф теперь нам необходимо убедиться что у нас включена кастом sd в нашей hd видеосистеме волкс мил для этого включаем обязательно коптер и включаем очки и заходим в меню очков во вкладочку settings в подменю дисплей здесь нам необходимо проконтролировать что в каст кастом у sd у нас должна ставить бета fly здесь есть несколько вариантов а такие как айнаф для орду пилота для феттек а для киса и и просто кастом да нам нужно и просто выключена а да еще и авто ну ладно мы выбираем значит бета fly далее соответственно проверяем позицию данного sd на нашем экране вот это вот красная рамочка если подвигать она нам соответственно размещает то есть дыху в том месте в котором нам наиболее удобно но для меня удобно вот таким вот образом то есть красная рамка должна быть максимально смещена в левый верхний угол что же делать если после всех этих манипуляций мы включили коптер включили очки а у sd у нас не отображается ну в первую очередь необходимо проверить перепроверить то как вы припаяли соответственно свой rxtx между полетным контроллером и vtx модулям если там все окей тогда в этом случае мы идем в силой и проверяем следующие параметры get usd displayport devices у вас должно быть там прописано значение msp и get vcd видеосистем здесь у вас ответственно должно быть прописано hd в моем случае не произошло переключение на hd формата usd а осталось соответственно стоять а по моему то ли авто до авто стояла и в этом случае я не получал сразу после настроек в бета fly конфигураторе значение usd если у вас значение от этих отключается вы соответственно делаете следующей команды вместо get вы делаете set displayport devices равно msp и соответственно set vcd видеосистем равно hd пример команд сейчас у вас будет отображен на экране не забывайте после этого соответственно написать сейф и нажать enter полетный контроллер перезагрузится с новыми настройками теперь поговорим о том если у вас не крайняя версия бета fly не 4.4 а какая-то более младшая и вы по каким-то своим личным религиозным убеждением не хотите опрашиваться на последнюю версию в этом случае вам необходимо вести немножко другие команды но сразу хочу сказать ни о каком hd usd в формате 16 к 9 вы соответственно мы не будем говорить там уже у нас будет стандартные usd х которая будет у нас располагаться в окошечке 3 на 4 в общем для этого мы соответственно делаем следующие команды силой мы пишем set usd displayport до девайса соответственно каждым указываем наш протокол msp и необходимо дать такую команду set displayport msp сериал и здесь вас должна ставить цифра на единицу меньше вашего порта то есть если у вас например вы используете uart 1 вы забиваете в msp сериал 0 если у вас стоит 2 вы соответственно занимаете забиваете единицу итак usd мы настроили ничего при этом не сожгли никто не пострадал информация у нас отображается на экранах наших очков как же теперь записать данную usd данную информацию видеофайл для того чтобы где-то это вы могли применить там в своем видеоролике или просто записать видео с наложенным usd для начала хочу сказать никаких настроек дополнительных кроме тех которые я уже говорил то есть включить кастом usd не нужно делать в очках то есть очки с крайней версии 29 3316 сразу начинают писать у из дешку в отдельный файл с соответствующим расширением usd на карту памяти вставленную в очки и соответственно у нас получается вот такая картина здесь то есть очки пишут три файла сам mp4 видеофайл файл usd который вы получаете с полетного контроллера и usd в виде субтитров стандартная очковая usd скажем так для того чтобы объединить usd файл и видео созданная очками существует определенная утилита которую можно скачать с гитхаба вот по этой вот ссылочки все ссылки будут в описании поэтому заходим открываем и качаем скачать там нужно естественно последний релиз версии выходит постоянно вот последнего вышла три дня назад поэтому следите за обновлениями так сказать ну качаем последний релиз в данном случае это 090 спускаемся чуть ниже и качаем вот этот вот файл безумным названием в котором есть windows утилита называется волкснейл usd скачанный архив распаковываем на компьютер в папочку я ее например назвал релиз значит в этой папке у нас собственно сама утилита и файлы шрифтов это графический файл бмп формате насколько мне в пнг вернее формате в эту же папку лучше в эту папку нам поместить вот эти вот файлы которые нам создали очки закидываем сюда все три файла это соответственно наше видео usd и наши субтитры ребят я пробовал рендерить как бы из другой папки да когда у меня видео файлы с очков лежали в какой-то другой папке программа в общем глючит она там не находит какие-то пути поэтому я рекомендую записать это все скинуть соответственно вот эти вот файлы конкретно прям в корень где находится у нас сама утилита в общем запускаем утилиту у нас открывается вот такое вот окошечко и в эту в это окошечко нам необходимо закинуть значит в следующие файлы кидаем значит наш видео файл и здесь автоматическим образом прицепляется сразу файл usd и ничего не происходит то есть мы не видим здесь никакую картинку это потому что нам необходимо еще подгрузить файл шрифтов для этих целей мы соответственно берем вот этот именно файл вернее они зависят от разрешения с каким вы записали видео файл то есть и вот этот вот файл под 720p а вот этот файл насколько мне не изменяет память под 1080p я возьму вот этот вот и закинул таким же образом значит в программу в эту все программой на значит это все дело схавало и сразу на экране у нас появилось и видео изображение видео картинка и наша наложенная usd и здесь прицепились субтитры субтитры можно отключить вот этой вот галочкой включить субтитры или нет она определяет больше здесь ничего трогать я вам не рекомендую здесь можно напрямить например скрытия с usd gps высоту там и возврат домой если такая информация у вас здесь есть у меня же эта информация здесь нету поэтому эта галочка вообще в принципе сейчас роли никакой не играет после этого нажимаем рендер видео с usd вот эту кнопку происходит рендеринг вот это окошко открыто параллельно с основным здесь какие-то ошибки что-то красным в общем все значит сообщение don то есть у нас все трендерилась это можно закрыть render don все окей значит теперь смотрите что у нас произошло давайте откроем найдем ту папочку куда я скинул собственно данную утилиту утилита создала вот такую папку аватар значит ну с именем соответственно того файла который мы рендерим generated которая еще называется здесь же в этой папке у нас обычные png файлы которые содержат информацию о usd их очень много просто огромное количество данную папку потом рекомендуют удалить и создался файл уже с рендеренной с нашим usd который мы можем открыть и в общем просмотреть здесь же у нас на самом деле и usd и наши субтитры в общем все прекрасно работает ребят значит смотрите если это все делать не в betaflight 4.4 то есть там где у нас нету функция usd hd выглядеть usd у нас будет вот таким вот образом с рендерен и то есть она выглядит менее аккуратно а шрифты более крупные и в общем то бы размещены они практически сгруппированы все в центре экрана значит сейчас покажу как можно смасштабировать все шрифты и разместить их соответственно в том месте как в каком мы хотим сейчас я найду эту программку вот она эта программка у нас здесь есть вот такие вот ползунки с помощью которых можно спозиционировать издать так как вам нравится то есть подвигать его вправо-влево либо вверх-вниз либо уменьшить либо увеличить то есть зумировать ну крайне вариант это вот такой вот да я как-то вот таким вот образом чуть-чуть увеличил меня в принципе данный размер вполне устраивает элементу sd разместились по краям и в принципе на мой взгляд выглядит очень даже гармонично на данной картинке а на этом все всем большое спасибо за просмотр надеюсь данное видео было вам полезно подписываемся на канал пишем комментарии заглядываем в описании все как обычно еще ребят прошу вас поддержать мой канал на яндекс зене я туда загружаю с нового года ролики в первую очередь то есть все новые ролики изначально будут появляться на дзене так что welcome на дзен также я создал для своих пользователей канал в telegram туда будут выкладываться новости ну и всякая и в пиве дребедень так что все пока